Может быть, я коротко засвидетельствую, как началось мое творчество в Господе. Я работал в сфере белорусской профессиональной музыки, в сфере, так сказать, шоу-бизнеса белорусского. Я работал с нашими различными музыкантами, певцами, профессиональными в профессиональной среде. И долгое время работал с одним очень популярным певцом нашим белорусским. Мы ездили по городам, по областным, по районным центрам, в Россию ездили, даже было несколько поездок. Я уже был верующим человеком, и мои друзья с церкви, с моей церкви спрашивали, Борис, ну а как ты же верующий человек, и как-то, ну и ты работаешь там в сфере этой музыки профессиональной, ты поешь, ну я не пел, я просто аккомпанировал, это была и концертная, это была студийная работа, в студии многое работали, и по концертам ездили, по гастролям. И ребята у меня, мои друзья, музыканты, верующие ребята спрашивали, как-то, как у тебя все в порядке, как бы, как-то так у тебя получается. И знаете, ну у меня внутри было спокойствие, я просто иногда задавал себе вопрос, и, ну, нужно ли мне продолжать в этой сфере работать, в светской, в мирской музыке. И я сравнивал себя так, знаете, я думал, ну, есть же, ну, токарь, есть фрезеровщик, есть водитель, да, и у человека, строитель, который ложит кирпичи или ремонтирует автомобиль, ну, у него не спрашивают на работе, он верующий или неверующий, у него спрашивают, насколько качественно он делает, качественно и честно он делает свою работу. И вот с такой позиции я работал долгое время, с 97-го по 2000-й, наверное, год. И вот очень интересно, знаете, я ждал, я сам чего не знал, я не понимал, почему я продолжаю работать, но, знаете, потом оказалось, потом все открылось, как сегодня утром я рассказывал вам, да, что открылось сокрытое, да, получилось Мегелат Эстер, Легалё Эстер, то, что было спрятано, открылось, потом, как оказалось, двое из парней в коллективе, в котором я работал, они, я ездил, я с собой брал Библию, читал Писание, в дороге они со мной подсаживались, где-то так интересовались, что я читаю, следили, конечно, за мной, за моим образом жизни, и в конечном итоге двое из них пришли к Господу и покаялись. Один парень из Солигорска, барабанщик, и сейчас он в Солигорской церкви, в Песятнической церкви, и для меня было очень радостно, когда через, может, три или четыре года, уже после того, как я ушел из этого коллектива, от этого певца, вот, он позвонил мне и говорит, Борис, можешь поздравить меня, я теперь твой брат. Я говорю, не понял, что значит брат? Он говорит, я твой брат во Христе, мне все это надоело, я пришел к Богу и покаялся, и до сих пор мы держим с ним такое хорошее общение, и для меня это очень трепетно, что так он, ну, он говорит, вот твое свидетельство, то, что ты открывал Библию, читал мне, ну, для меня это были первые какие-то ростки, первые, первые не ростки, первые семена, которые потом проросли. Но на тот момент я, для меня это не было чем-то таким, знаете, важным служением, для меня это было работой. Ну, что интересно, в 2000, да, в 2000 году мы играли концерт в Речице, я помню точно, это была Речице, и это была где-то зима, к сожалению, я не помню точно этой даты, но знаете, я стоял за клавишами, я играл, солист пел, прекрасный свет, там хороший дом культуры, очень качественная обработка, аппаратура, световое оборудование. И я делал свою работу, я стоял за клавишами, и в моем сердце прозвучал голос в моем естестве. Это был вопрос. Вопрос звучал так, что ты здесь делаешь? Вот прямо посреди концерта, посреди, казалось бы, знаете, ничего не предвещало беды, все нормально, стоишь у станка, выпиливаешь деталь, ну, я так образно говоря, и звучит голос, что ты здесь делаешь? Первая мысль, я подумал, что у меня какие-то, ну, может быть, звуковые галлюцинации, музыка со всех сторон, куча колонок, везде все играет, и я подумал, что, может, мне показалось. И потом я просто внутри себя сказал, господи, если это ты говоришь, если это мне не показалось, повтори еще раз. И этот голос повторился прямо внутри меня, сложно передать, я думаю, может быть, кто-то из вас переживал это, и у меня внутри снова зазвучал этот голос, что ты здесь делаешь? И мы закончили концерт, мне пришлось приложить усилия, чтобы не бросить инструмент, мы закончили концерт, вернулись домой, и потом я позвонил и встретился с этим певцом, с которым мы ездили по гастролям, и я ему сказал, Саша, извини, пожалуйста, я больше не могу участвовать, и он спросил, почему, как бы все нормально, хорошая зарплата, много концертов, гастролей, и я говорю, я не могу, потому что Бог призывает меня на служение, и я, прости, я не могу. И я думал, честно говоря, он будет злиться, ругаться, потому что как бы на мне было много завязано музыкальной работы, музыкальной деятельности, я писал музыку, писал аранжировки, много студийной работы было, но произошло, наверное, ну знаете, произошло закономерность, закономерное чудо, как говорю, вот, и он сказал, ну раз тебя Бог призывает, я тебя благословляю, иди служи своему Богу, вот, и что интересно, с того момента, с 2001 года песни просто у меня посыпались, я до этого, я был верующим человеком, я играл в церкви, в прославлении, на клавишах, подпевал, ну, когда не ездил по концертам, но у меня не рождались, я читал Библию, я читал Библию, ну, скорее, больше я любил слушать, а не сам читать, не копаться в Библии, не изучать ее. И пришло время, когда, именно когда я оставил, отрезал, знаете, сделал как бы обрезание части своей жизни, своей, своего, ну, можно сказать, бизнеса, музыкального бизнеса, и я отрезал и оставил своей жизни. Но я хочу сказать, что Бог наполнил и восполнил. И я хочу вам сказать, особенно, может быть, если есть молодые люди здесь, что не бойтесь, может быть, отказываться от чего-то светского, от чего-то мирское, что не соответствует вашей жизни, вашей святости, святости в Боге. И я это могу сказать на своем примере, и я сам не ожидал на сегодняшний день, у меня восемь альбомов, из них два альбома еврейской музыки, традиционной, моей авторской еврейской музыки, и шесть альбомов моих авторских песен. И Бог стал просто, просто изливать свою благодать, и я открывал Библию, я садился за инструмент и писал, и писал, и писал, и писал песни, и начал служить в своей церкви, потом я перешел в мессианскую общину. Вот так это произошло. А вот эту песню, это одна из первых песен. Ты мой спаситель, ты царь и Бог, и меня призвал ты, ты при меня призвал и оправдал. Если вы помните, откуда эти слова, это Римлянам 8 глава, где апостол Павел рассуждает. Вспомните, тех, кого Господь предузнал, предузнал. Что значит предузнал? Не просто знал, а предузнал. Это те, кто еще, я не родился, я еще не родился. Может быть, я даже еще не был зачат, но Господь уже приготовил для меня судьбу. А тем более, когда я был уже зачат и лежал в очреве мамы моей, и об этом говорит, вспомните, 138-й псалом, да? Господи, дивные дела Твои, Господи, Ты знал все мои дни, Тобой назначенные, когда еще ни одного, послушайте, ни одного из них не было, ни одного дня, но Ты знал все дни для меня назначенные. Как это прекрасно, знать, что у Тебя есть Небесный Отец, который приготовил для Тебя все дни, назначенные им. И вот я читаю римлянам 8 глава. Тех, кого предузнал, тех, тем и предопределил, быть подобными кому, образу Сына Божьего Иисуса Христа. А тех, кого предопределил, тех и призвал. А тех, кого призвал, тех и оправдал. А тех, кого оправдал, тех и прославил. Амин. И знаете, нам не нужно стесняться славы. Но какой славы? Нам не нужно стесняться славы Божьей. Нам нужно ходить. Нам необходимо ходить в Его славе. Не в своей человеческой славе, но в Его славе. Первая книга царств, если не ошибаюсь, 30 глава, 2 стих. Тех, прославляющих меня, говорит Господь, я прославляю. И тех, кого, кто прославляет Господа, Бог поставляет Его на вершину горы и хочет дать Ему свою славу. Амин. Пусть Бог благословит. Будем ходить в Его славе. По просьбе Николая я спою следующую песню. 120-й псалом. Один из псалмов восхождения. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя и помощь твоя от Господа, сотворившего небо и что? И землю. Правильно. Субтитры создавал DimaTorzok